МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профессиональные мошенники занимаются обманом долгое время, имеют большую практику, обладают обаянием, умеют расположить к себе покупателя, отличить их от порядочного гражданина непросто. Вам поможет только здравый смысл и внимание. Даже покупка автомобиля в салоне не защищена от мошенничества. Количество транспорта на дорогах Краснодарского края и города Краснодара увеличивается ежегодно. Многие стремятся к тому, чтобы приобрести автомобиль в личное пользование, так как это действительно является удобным средством передвижения на наших дорогах. Но многие стараются приобрести этот автомобиль, не имея достаточных средств, либо в кредит, либо на вторичном фоне, то есть в бэушную машину. С этим связаны определенные риски. Причем эти риски возникают в основном при покупке автомобиля на вторичном рынке, так как здесь можно именно применить определенные схемы для мошеннических действий. Например, при покупке автомобиля по доверенности возникают определенные риски. Могут возникнуть потом претензии со стороны именно собственника автомобиля, что он не давал право на продажу автомобиля, данного автомобиля. Либо не получил денег после продажи автомобиля. Представитель их присвоил себе. Вы попадаете в ситуацию, когда к вам может предъявить собственник требование о возврате этого автомобиля. Мы настоятельно рекомендуем заключать договора купли-продажи. Не обязательно их заключать в нотариально заверенной форме. Можно заключить в обычной письменной форме, написав его от руки. Можно написать просто расписку в получении денег, где вы можете обозначить автомобиль, какую сумму вы заплатили, поставить подписи как продавца, так и покупателя. Также я хотел бы обратить ваше внимание на то, что когда вы заключаете договор купли-продажи, либо вы даете расписку, обязательно указывайте настоящую стоимость автомобиля. Если вы снизите до 100 тысяч рублей, заплатив при этом 500 тысяч рублей, в случае возникновения проблем с этим автомобилем, при объявлении иска в суд, необходимо будет доказать ту сумму, которую вы реально заплатили за автомобиль. И та сумма, которая будет указана в расписке, скорее всего, будет взыскана судом. И также необходимо обращать внимание на паспорт транспортного средства. В случае, если это будет дубликат, то могут возникнуть в дальнейшем какие-либо проблемы. Так как, например, данное транспортное средство может находиться в залоге, либо под арестом. Для этого необходимо обратиться в органы ГИБДД, для того, чтобы проверить транспортное средство. Я бы хотел еще добавить тот момент, что продажа может по доверенности происходить не только сторонним лицом. Собственник может продать свой автомобиль, выписав доверенность на покупателя с правом управления, распоряжения автомобилем. Такая покупка тоже имеет ряд достаточно рискованных моментов, как и для покупателя, так и для продавца. Для продавца это чем рискованно? Тем, что новый собственник этого транспортного средства не произведет регистрацию в органах ГИБДД и будет продолжать ездить по доверенности. Таким образом, как транспортный налог, так и сумма штрафов, которые будут приходить от органов ГИБДД, будут приходить на старого собственника, и он будет вынужден их оплачивать, потому как в противном случае служба судебных приставов будет предъявлять требования именно к этому гражданину. И он вынужден будет доказывать свою невиновность и то, что он автомобиль уже передал кому-то другому. Это один момент и риск с одной стороны. Для лица, который приобретает автомобиль по такой доверенности, существуют другие риски, и, я бы сказал, они даже более весомые, чем для продавца. Почему? Потому что продавец автомобиля, отдав по доверенности распоряжение автомобилем, он может являться должником перед кем-то, перед банком, перед другими организациями. Он может являться должником по причине какого-то вреда третьим лицам. В результате этих правоотношений на данный автомобиль этого продавца может быть наложен арест судом. И в таком случае новый собственник может лишиться своего автомобиля за долги продавца и остаться как без денег, так и без автомобиля. С октября 2013 года внесены существенные изменения в регламент регистрации транспортных средств. Так, транспортное средство можно зарегистрировать в любом субъекте Российской Федерации. То есть не только по месту вашего жительства, но и можно обратиться в любой регистрирующий орган. Ну да, с одной стороны это вроде бы упрощает. Автомобиль можно продать, не снимая его с учета, с теми же номерами, которые есть. Это для продавца, с одной стороны, плюс. Он не заморачивается и не тратит время и деньги на то, чтобы поехать снять автомобиль с учета. Сокращает время покупки. Но при всем при этом у покупателя существует риск того, что этот автомобиль может числиться в угоне. Потому что, когда человек приезжает в органы ГИБДД ставить автомобиль на учет или снимать, органы ГИБДД проверяют его по базе угнанных автомобилей. И постановка либо снятия, осуществление регистрационных действий с этим автомобилем свидетельствует о том, что данные автомобили не являются в угоне, что уже хоть какую-то гарантию дает покупателю на то, что он может в дальнейшем пользоваться этим автомобилем. Что я еще хочу сюда добавить? Если вы купили автомобиль, который заведомо произведен за границей Российской Федерации, я вам настоятельно рекомендую воспользоваться возможностью обратиться в специальное подразделение Федеральной таможенной службы с просьбой предоставить информацию о том, были ли уплачены таможенные платежи лицом, которое перемещало транспортное средство через таможенную границу. В случае же, если окажется, что такие таможенные платежи не были уплачены, таможенная служба при установлении данного факта принимает меры, которые воспрепятствуют в поддоследующем установить это транспортное средство на учет в ГИБДД и выдача свидетельства о регистрации и исключении возможности передвижения по нашим дорогам. Итак, подводя краткие итоги, можно рекомендовать гражданам, приобретая автомобиль на вторичном рынке, необходимо внимательно изучить имеющиеся документы, обратить внимание на паспорт технического средства. Является это оригинальный документ или же это дубликат? Если дубликат, это вызывает уже дополнительные вопросы. Автомобиль может быть либо арестован, либо в залоге, либо может быть не растаможен, а паспорт выдан из числа утраченных. Также необходимо, рекомендовал бы, обратить внимание на то, каким образом был этот автомобиль приобретен продавцом, чтобы он представил документы. Приобретал он его за наличные денежные средства или перечислением, либо этот автомобиль был приобретен в кредит. И в этом случае надо понимать, погашен ли этот кредит или нет. В любом случае, для того, чтобы минимизировать риски утраты приобретенного автомобиля, рекомендую вам обратиться к юристам, для того, чтобы они провели проверку приобретаемого вами автомобиля на предмет соответствия этой сделке закону. Ну и если у вас возникнут какие-то вопросы и пожелания, присылайте их нам на электронную почту. Юридическое бюро Екатерины Романовой Мы с вами по праву.